Поднимайте руку, мы устраним все неполадки. Третий урок. У меня написано здесь так. Наши товарищи руководители Конгресса, они, как обычно, мы учим это на третий день Конгресса утром. Тема «Нет никого, кроме него». Это самая важная тема. Нет никого, кроме него. Потому что действительно, если мы заняты только этим, этого достаточно, чтобы достичь цели. Это близкий, комфортный и самый прямой путь к цели. Самый близкий. Я буду читать высказывания. Вы получите это в... переводе, вы не раз слышали все эти отрывки. Давайте попробуем их почувствовать. чтобы они отозвались в нас. Вот написано «Нет никого, кроме него». Что значит, что кроме Творца нет ничего? То есть нет никакой другой силы в мире, чтобы она могла сделать что-то против Творца. То есть есть только одна сила, которая действует, одна сила в мире. А то, что человек видит, что есть в мире много разных сил, которые отрицают эту единую силу, как будто бы есть много сил, много источников, хозяев, источников влияния. Такая причина такова, что этого хочет эта сила. Творец хочет запутать человека, чтобы человек всё время думал, что есть множество причин, которые воздействуют на него, которые хотят его куда-то увлечь, к различным целям, запутать. Для чего всё это? Это исправление, которое называется правое левое отталкивает и правое приближает. То есть то, что левое отталкивает, то, что путают человека, дают ему различные трудности, чувства усталости и так далее, и так далее. Это всё входит в процесс исправления. То есть не жалеть о том, что я не хотел, я путался. Этот Творец так сделал, и никто другой. И не мог я противостоять этому, поэтому я никогда не должен жалеть о прошлом. Вы это можете записать, эти выводы. Не сожалеть о прошлом никогда. Это входит в рамки исправления. То есть есть вещи, которые изначально призваны сбить человека с прямого пути. То есть если я замкнул один раз себя на цели, что я хочу раскрыть Творца, что это является целью быть в слиянии, найти его и слиться с ним, согласно подобию свойств, и так всё время оставаться, достичь слияния. И если после того, как я это решил, я был в разных там направлениях, вправо и влево, и ходил туда и сюда, это не я. Этот Творец специально так меня запутал, и ни на секунду не нужно жалеть. То, что было, это входит в рамки исправления. И благодаря им, этим отталкиваниям, человек отталкивается от цели. И польза от этих отталкиваний, что благодаря им человек получает потребность и сильнейшее желание, чтобы Творец помог ему, потому что иначе он видит, что он никогда не добьётся цели. То есть, первое, мы ищем только Творца, одну силу, одно действие, одного хозяина. нет никого, кроме него. Скрывается от нас, путает нас, облачается в различные образы, ситуации, во всё, во всё. О, это он. Либо здесь, либо здесь, либо тут, либо тут. И всё время, и одновременно во многих местах он нам рисует картину мира, он рисует товарищей, и вообще всё, что существует передо мной, это всё он. Но играет со мной таким образом, как будто бы есть много факторов, которые влияют на меня, и на которые я влияю. Это всё, чтобы я отменил и себя, и их, и раскрыл бы только его. это первое. Второе. Если есть пробуждение, и я вдруг несусь, и весь такой воодушевлённый, это тоже от Творца. Или вдруг я чувствую, что я падаю, у меня нет никакого желания, ничего не хочу. И я впадаю в спячку, или отключаюсь совсем на какое-то время. И это Творец. И всё это только чтобы я действительно вознуждался в Нём. Чтобы кроме Него я ни в ком больше не нуждался. Необходимо знать. Ну, это мы уже и учили с вами. И человек не может оставить все моменты в настоящем и в будущем, чтобы не соединять их всё с именем Его Великим. То есть, чтобы всё это было отнесено к Творцу, что всё это исходит от Него, и даже то, что делаю я, я направляю на Него. И тот, кто отталкивает настоящий момент, потому что затрудняется, он обнаруживает свою глупость во всём, что все миры и все времена не нужны Ему. То есть, если я таким образом пренебрегаю целью творения, нет Творца, нет товарищей, нет мировой группы, нет человечества, нет ни живого, растительного, животного миров, нет этого мира, нет вообще ничего. Есть только одна сила, которая ведёт меня, путает меня, как будто бы я существую, и что есть у меня свобода выбора. Потому что, что значит я? Я — это миронезависимости, которую я чувствую, и он путает меня, что как будто бы у меня есть независимость. И я таким образом существую вот этой точке обманчивой этой независимости, я должен из этого провозгласить, что нет никого, кроме него, а всё только Творец. Почему? Потому что цель творения — достичь слияния с ним. Но когда мы приближаемся к слиянию с ним, мы формируем себя, мы обретаем авиют, независимость, принятие решений, возможность уподобиться ему. и поэтому когда мы после всей этой работы нашей, в наших исправлениях достигаем его, мы становимся равными ему. Творец и Творение становятся равноправными, равными, достигают одного уровня. Человек должен стараться идти по пути слияния с Творцом, то есть во всех ситуациях, что бы ни было, я должен чувствовать внутри, что я нахожусь перед ним, и все, что он рисует передо мной, товарищи, полицейских, стражников, родителей, детей, разные проблемы на работе или дома, все, что может быть, неважно, кто и где, это все Творец устраивает мне все, это все эти образы и весь этот театр специально, чтобы я через всех этих эти образы, эти персонажи, жена, дети, мои товарищи и вообще люди, с которыми я, мои сотрудники на работе и так далее, и так далее. Короче говоря, весь мир, все это Творец, он дает мне этих людей, как будто бы эти персонажи, чтобы я отменил бы их и рисовал бы себе только одну силу, только одну мысль, которая воздействует на меня. и получается так, что есть я, точка, и только, и Творец, Творец скрыт, я не могу раскрыть его, потому что мне не в чем его раскрыть, чтобы я уловил его, есть между мной и им, между нами есть мир, который находится между нами, и этот мир я должен отменить, я должен отнести все эти образы, все эти ситуации, все, что есть, я должен отнести к Творцу, что Он ставит передо мной весь этот театр, весь этот мир, и также и меня самого, кроме точки в сердце. и из Нее я отменяю и себя, и мир, чтобы ощутить себя слившимся с Творцом. И человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о Нем, не отключаться, что это все Он. И даже если Он находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения, какой-то страх, какие-то проблемы, не дай Бог, ходят дома или на работе и так далее, и так далее. Или наоборот, какие-то хорошие вещи, которые путают меня, чтобы не выходить из-под власти Творца, чтобы не думать, что есть кто-то другой, что другой управляющий мной и моей жизнью. Этот Творец специально так устраивает вокруг меня различные случаи каждую секунду, чтобы я ежесекундно их отменял и говорил бы, что всё исходит от него и только, а не то, что у каждого случая есть какой-то свой автор, свой хозяин, который на меня так вот влияет. И не выходите из-под власти Творца, говоря, что я истинная власть, не дающая ему войти в духовное. и в её силах творить добро или зло. Как будто бы есть ещё хозяин. Нет других хозяев, есть только Творец. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил или ещё каких-то сил в мире, противоположных Творцу, как там Фараон, очень таких плохих, злых. нет. Всё исходит от Творца. Всё даёт только одна сила. Всё исходит только от неё. И не думать, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, в её силах творить добро или зло. Нельзя думать, будто есть власть нечистых сил, это они не дают человеку совершить добрые дела, идти дорогой Творца. а наоборот помнить, что всё сделано Творцом. Когда происходит что-то хорошее, мы склонны думать, что это исходит от него, но плохие какие-то ситуации, когда что-то происходит, на меня кто-то нападает или обо мне рассказывают какие-то плохие вещи. У человека всегда есть какие-то там враги, ненавистники, особенно если он занимается наук Каббала. И мы говорим так, что не думать ни о ком, что только Творец даёт мне всё это сопротивление всех этих врагов и ненавистников. Он сам облачается в этот образ. Адамы Шалем не краши у Кварзаха. И человек совершенный это тот, который уже удостоился состояния, когда он через мир достигает слияния с Творцом. Он называется совершенным. Что всё, что находится перед ним, всё, что находится в его разуме, в его сердце, Он понимает, что всё это исходит от Творца и ничего не может его больше запутать. Тогда он называется совершенным человеком. Ну, этого достаточно. Такой человек называется совершенным. Человек должен верить, что нет никого, кроме него, что Творец заставляет его делать разные хорошие поступки. Но если человек недостоин ещё, пусть знает, что Творец обязывает его. Поэтому Творец облачается в различные одеяния в различных людей. Через них он производит эти действия. То есть со стороны Ахураи это делает. То есть если на меня нападает кто-то, я должен знать, что наверняка этот Творец облачается в этого нехорошего человека. Это очень важно согласиться с этим и не забывать. Нет, никакого случая ни в какой один из моментов жизни человека очень трудно согласиться с этим и жить и жить с этим. Поэтому человек, который направляет себя на это, в итоге он начинает кричать, чтобы Творец раскрылся, потому что он не может выдержать этого скрытия. Творец настолько путает его, что человек уже не знает, что делать. Почему же Творец путает его, чтобы человек попросил, чтобы Творец раскрылся, как в прятке, когда я уже не могу так играть. Я не знаю, я должен с одной стороны все время раскрывать его, с другой стороны он настолько путает мою жизнь, мой разум, мое сердце, что я не способен все время разыскивать его и видеть, что за всем это он. И тогда я кричу, чтобы он раскрылся, потому что тогда я понимаю, что только для этого, только чтобы я достиг этого крика он делает это. И если человек достигает любви к ближнему в конечной точке, вместе с этим он достигает любви к Творцу и доставляет наслаждение, ему и нет разницы между ними, потому что каждый находится вне тела его, то есть вне его желания получать. и поэтому это одно и то же, либо давать товарищу, либо доставлять наслаждение Творцу. Здесь уже нам рассказывают о реализации. что если желаю раскрыть, что все исходит от Творца, то я должен войти в группу, начать работать с товарищами, так, что все настраиваемся на Творца, и тогда, говорится, человек поможет ближнему. То, что касается нас, мы обязаны, и это первое правило в науке Каббала, мы должны все время представлять, что перед нами находится Творец, приближается ко мне товарищ. Это не товарищ, это просто марионетка, которую Творец дал мне так вот, в таком образе. Я должен воспринимать его, как посланца, так Творец облачается в него, и играет со мной. Происходит что-то в мире, или в семье, не важно, где, это все делает Творец. все время, везде, где возможно, я должен искать или, по крайней мере, думать и закорачивать буквально все на него. Что же происходит со мной? и то, что происходит со мной в разуме, в сердце? Сегодня, может быть, я не такой чуткий, не такой бодрый, уставший, и разум сегодня не очень у меня, и сердце не такое чувствительное. такой период. Нет периодов. Нет периодов. Сегодня было так, вчера было по-другому, и это все такое естественное. Я немножко заболел, я немножко устал. Нет такого. Это все дает Творец. Хотя нам кажется, это естественным, это физиология. так работает наше тело. неверно. Это все создано и сделано свыше. Так я должен сказать. То есть я внутри себя тоже должен разделить себя на точку в сердце. Это эксперт, через которого я проверяю, вижу, что все кроме этой точки, и что есть во мне, в моем теле, в разуме и в сердце. Это все делает Творец. И в мире, то, что вне меня, это тоже все делает Творец. Для чего? Чтобы я раскрыл его и во мне и в мире я иначе не смогу раскрыть его, потому силу не раскрывают как силу электричества. Скажем, откуда я знаю, что есть электричество? Только если это что-то ток течет, что-то включает, я вижу результаты. Так и Творца. Я должен видеть результаты его действия. Творца. «Итак, о чем мы говорили? Что мы находимся с вами сейчас? Творец». В этом театре есть я, есть другие, есть люди, животные, и земной шар, вообще вся эта вселенная. Все это Творец рисует в моем мозгу, чтобы я все время через все эти происшествия, через все эти ситуации, связанные со мной, с людьми, с растениями, животными, со всем земным шаром, чтобы я постоянно через это искал бы его. и в таких упражнениях я достигаю состояния, когда я действительно начинаю понимать его, чувствовать его, раскрывать его и приходить к слиянию с ним. Эта сила находится в природе, это не сила, ну, как и все силы, которые мы должны раскрыть, все силы мы раскрываем с помощью чего? Либо яблоко падает мне на голову, я должен раскрыть действия силы и действия силы Творца это все творение. Вопросы? Я вижу, что вы заснули, или это непонятно, или это или все понятно. как the ashes with the red caps, please wave. Давиде. So, please, anyone who has a question, just turn to Давиде and take it from there. I хочу добавить только одно. Эта тема, она принципиальная, она единственная. Все остальное, что есть в науке Каббала, это лишь добавка к этой теме. ИМАБОРЭ если Творец все организует и все расставляет по местам, может быть, на том уровне, где мы находимся, нам это важно понять. В чем наша часть? Чтобы мы не были такими людьми, когда мы говорим, а, ну, Творец и так делает все. Может быть, очень важно, чтобы мы знали, это. И в чем заключается наша роль, что мы должны добавить во всем этом театре, чтобы это развивалось в верном направлении? Наша роль во всем этом спектакле раскрыть управителя, начальника только. Я не вхожу в этот спектакль, чтобы что-то там менять. Я не начинаю воевать за или против разных сил, людей, персонажей, случаев. Я должен только определить, что действует во всем этом одна сила. И все. Это совершенно иначе, чем люди думают, что я должен делать в мире. Я должен только определить, что это единая сила находится во всей реальности. Пожалуйста. и эта работа в каждый миг, каждый день нет иного. Я не должен делать ничего иного. В момент, когда я определяю его, когда я направлен на это, мир меняется. Потому что все существует только для того, чтобы я соотнес это с Творцом. Да. Почему я должен распространять, группа? Я должен производить все действия, чтобы они помогли мне определить Творца. в каждом случае, во всем, мне, товарищам и всему миру. Нет другой работы у человека в этом мире кроме этой. Пожалуйста. Я вижу что есть много уставших товарищей, они не знают, что делать, что могут сделать, чтобы помочь товарищам, чтобы дать им силы, силы товарищам, которые устали, ослабли. Это уже вопрос, не очень относящийся к теме, но мы вчера об этом говорили, все время должно быть забота о важности цели. И товарищи должны мне это обеспечить. Мы все, я и они, мы вместе должны позаботиться, чтобы в группе был пылающий огонь, чтобы важность была превыше всего. И видим, что творец нас все время очень запутывает, и все время он портит нам все, вносит в нас легкомысли, разные случайности, где мы начинаем гнаться за чем-то иным, все это для того, чтобы мы окрепли. Что я должен делать, когда я вижу, что мои товарищи теряют силы? Я делать все, что смогу, чтобы они получили важность цели. И мы должны над этим работать все время, все время, заранее, чтобы я не упал в какой-то момент. я всегда должен предварять величие цели в каждый миг, на каждом шагу. Это сизифов труд повседневный. Это величие творца, величие группы, величие учителя. Все должно быть здесь внутри. Но если это оставляют, конечно, немедленно творец портит нас еще хуже. Мне достаточно немножко позабыть о величии цели и не заниматься этим. И немедленно он отбрасывает меня в сторону. Немедленно. почему? Чтобы я не был просто оторванным от работы. Так он пробуждает меня, чтобы показать мне, что у меня не все в порядке. А иначе он бы усыпил нас и все. Он не усыпляет нас. Он приводит нас к состоянию, что мы понимаем, нет у нас силы продвигаться. цель не важна. Я просто устал. Рабаш говорил, где таблетка, которую я мог бы проглотить и спать до конца жизни. Настолько он чувствовал недостаток важности. мы должны искусственно все время над этим работать. Вы в нашем пути не получите никакого приподнятого состояния от него, от пути, только друг от друга. Только пробуждать это в группе, иначе этого не будет. поэтому очень многие люди приходят к науке каббала, потом оставляют ее, а затем оставляют. Почему? Потому что не позаботились о важности цели. лукасшер. Продолжение следует... 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 Это прежде всего. Эта статья упорядочивает всю нашу работу и всё наше восприятие реальности. Всё раскрытие реальности идёт через эту статью. Мы находимся в поле, которое называется «Творец, высшая сила». И в этом поле мы должны раскрыть его. Смотрите. Высшая сила вот так вот, Творец. Как я его могу уловить? Он меня сотворил в виде чёрной точки. Я должен почувствовать разницу между ним и мной. Это называется «желание». Каким образом я сейчас прихожу к состоянию, что я его понимаю, чувствую, воспринимаю и связан с ним. Между ним и мной Творец нам устраивает здесь мир. 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 Я вижу, он горячий или холоден, что-то согревает или что-то студит, что-то делает. Из всех этих случаев я начинаю собирать его образ. Мир – это его скрытие. Через это скрытие я должен раскрыть его. Это называется, я поднимаюсь над этим миром к миру более высокому. Там, где я уже познаю его, почувствую его, нахожусь с ним в слиянии. Этот мир весь, который Творец поместил между ним и мной, этот мир, я в него облачаюсь в этом мире, во всех этих случаях. Тогда получается, что я плюс мир равняется Творец. Могу понять его, почувствовать его, стать подобным ему. Подумай об этом. Раб, когда я вижу, что все предназначено для меня, что нет никого кроме него, что все это ради меня, Как я могу думать о других, чтобы это не ограничило мое чувство, мое эго? Если цель – возлюбить ближнего, как самого себя, то почему же я не прекращаю думать о том, чтобы любили только меня? Спасибо. Все, что у вас есть в этом мире, сотворено для вас. Так должен сказать человек, все это сотворено для меня. А для чего я? А я, чтобы достичь слияния с Творцом. Чтобы раскрыть его. И вот так каждый. Тогда, конечно, все мои товарищи и вообще все, кто существует, существуют для того, чтобы я с их помощью раскрыл Творца. И так говорит каждый из них. Что мы существуем для него, чтобы он раскрыл Творца. Так говорит каждый. Здесь нет противоречия. И именно в таком виде мы существуем. И кроме того, человек должен помочь ближнему. Мы можем друг другу помочь. Между нами. Чтобы прийти к раскрытию Творца. Всем вместе. Как в группе. Пожалуйста. Я хотел задать вопрос. Когда ты несколько лет назад. Я читал статию. Нет, 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 нет. Понятно. Я читал статию. Я читал статию. Я пытался чувствовать себя как-то так, и я работал очень быстро, и у меня есть много работы в группе, у нас идут ночные уроки, идут распространения, и как можно найти опыт личной связи с этой статьей, которую я не очень трудно даже в словах передать, насколько это было для меня сильное потрясение. И тогда я была вопросом, когда вы работаете на эту статью, как я могу подключить эту статью, как я могу подключить эту статью, как можно сделать это групповой работой, чтобы это все было из центральной группы, и я получил просто персонал опытом. Эта статья не может быть личной, насколько бы она такой не казалась. Она не личная. Реализовать ее мы можем только в группе. Вся работа начинается с того, что я с товарищами занимаюсь тем, что нет никого, кроме него. Каждый помогает другим раскрыть, что действительно нет никого, кроме него. И если мы не поддерживаем и не помогаем друг другу, я в этом не делаю ничего. Как ты, за эти годы не сделал ничего, а мог бы продвинуться. Все продвижение только в группе. Я начинаю работать с товарищами над тем, что мы все вместе находимся в состоянии, что только раскрываем Творца, находящегося среди нас. В этом вся работа. Здравствуйте. Когда вы сказали, что все приходит свыше, как и каким образом нужно воспринимать отторжения, препятствия, в какой степени нужно подниматься и соединяться больше. Я не понимаю вопрос. Все свыше. Дальше. Все свыше. И ты получаешь отторжение, но ты хочешь объединиться с товарищами, с группой. Каким образом, насколько нужно принимать эти условия, которые даются тебе, эти отторжения, отталкивания. И в какой мере ты должен приближаться больше, подняться выше знания. Подняться выше знания, это называется слиться с Творцом. Когда я это делаю благодаря тому, что тот случай, в котором я сейчас нахожусь, то состояние, те условия, все это я отношу к нему. И нет никого, кроме него. Он добрый и несущий добру только. И каждый миг, который он дает мне, он помогает мне прийти к нему. Обычное слияние. Но если я это делаю, я начинаю определять, начинаю понимать, что это состояние самое лучшее. И из этого состояния невозможно сделать иных условий, чтобы прийти к слиянию. Я понимаю, насколько каждый день, каждый миг, правильные упражнения дает он мне. У меня есть вопрос. Кто такой Адам Ришон, если нет никого, кроме него? Адам Ришон – это то желание, которое сотворено Творцом для того, чтобы это желание раскрыло его, как то, что нет никого, кроме него. Кроме Творца есть Творение. Это Творение называется «Желание». Почему Творец это сотворил? Чтобы это желание раскрыло, что существует Творец. И кроме него ничего. Почему? Потому что тем, что на все трудности, на всю ту путаницу, вроде бы много этого, разных случаев, разных источников в нашей жизни. Но если мы соотносим все это воедино, этим мы строим себя в соответствии с Творцом. Раф, вчера у нас был чудесный день и вечер. Мы почувствовали очень сильное соединение между нами. Сегодня я чувствую какое-то спокойствие, какую-то глубину. Я чувствую, что мы уже не хотим прыгать и показывать внешнюю радость. Но я не знаю, как чувствуют это другие люди, но должны ли мы делать что-то внешнее, чтобы показывать большую радость? Или это нормально, если мы будем более сосредоточены внутренне? Вы избалованы. Вы привыкли к хорошим условиям. Если что-то приходит не очень хорошее, сладкое, что кажется мне правильным, я немедленно не согласен. Это я отбрасываю сразу. Я не могу работать над злом. Вчера было некое воодушевление, волнение. Вы это получили. Вы сами должны продолжить. Каждый раз вы ждёте от меня, что я смогу, как актёр, разыграть перед вами радость. Нет, это не является моей ролью. Моя роль – дать факты, знания благодаря которым вы можете работать. Наша деятельность называется работа творца. А вы как бы не хотите. Я вот сейчас чувствую, я перед вами нахожусь больше, чем час. И вы как бы кричите, ну давай, давай нам воодушевление, давай нам волнение, давай нам что-то. Почему вы от меня это требуете? Вы должны созидать это изнутри, сами. Да. Сейчас я не чувствую, что нам нужно что-то внешнее, чтобы чувствовать единство. Мы не должны прыгать, мы можем почувствовать что-то в работе. Я смотрю на великих товарищей и не вижу, чтобы они там прыгали как-то. Иногда бывает время для песни, иногда есть время, когда хочется побыть немножко в большей серьёзности. Это так? Иногда ты стараешься быть настолько серьёзным, что ты даже боишься пошевелить мышцами на лице. Вопрос. Ценишь ли ты эти периоды, когда я нахожусь в состоянии нерадостном, даже может быть грустном, когда на меня, может быть, что-то давит, не работает голова, сердце не очень реагирует, не является чувствительным. Я считаю это время, что это хорошее время, когда я могу дать чуть больше усилий, от себя добавить старания. И я это рассматриваю как время очень хорошее. Я не думаю, что это плохое время. Я думаю о том, что именно благодаря таким периодам мы приходим, мы достигаем результатов. Не то, чтобы я находился в хорошем состоянии, тогда всё в порядке. Если вы сможете поддержать друг друга, поднять важность, даже из состояния, в котором, в ощущении, в котором нет важности, тогда у вас ждёт успех. Творец будет прятаться ко всё время всё больше и больше. Он будет путать вас всё больше и больше. Будет придавать вам всё больше авиют. Но над этим вы должны делать работу по сплочению и в любом случае устанавливать с ним связь, стараться приблизиться к нему. И это не из того, что это хорошо и радостно. Твоё эго никогда не даст тебе признаков хороших в правильном пути. с хорошими состояниями ты никогда не приблизишься к Творцу. Я прошу прощения за то, что я занимаю время ваше, но вопрос был не о тяжести. Я не спрашиваю об ощущении тяжести или каком-то нехорошем ощущении, но чтобы проникнуть глубже и почувствовать внутреннее соединение между нами, а не только прыгать и кайфовать. Я думаю, что товарищи хотят почувствовать внутреннее сильное соединение. И это не обязательно. Мы должны проявлять это, может быть, внешне. Вы не должны проявлять это внешне. Если между вами есть объединение, вы радуетесь тому, что это есть. Это объединение внутреннее. Вы не должны это внешне демонстрировать. Никакой нужды в этом нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Если вам важно быть в связи, находитесь в связи без всяких внешних символов. Пожалуйста. Творец начинает бить человека, когда он недостаточно стремится в группу, к Творцу, к слиянию и так далее. הבора Он начинает заниматься человеком, когда он начинает работать в группе, в обычном порядке. Он не только оправдывает или как-то понимает его, но начинает складываться впечатление что он просто не хочет чтобы ты был в Кабале, чтобы ты стремился к нему, потому что за каждую мысль об этом идет очень сильный удар. Но здесь, в этом месте, я не понимаю, почему он мешает человеку в этой ситуации. Он не может ни туда и ни сюда, и уже человек не понимает, что ему делать. Он берет человеку и его снизу к左, и здесь я не понимаю, что делать. Ты, видимо, заключил с Творцом договор, что если ты направляешься, настраиваешься на него, то у тебя хорошие условия. А если ты настраиваешься на какое-то иное место, у тебя условия плохие. Я этого не понимаю. Почему это вдруг должно быть так? Почему вдруг он должен давать поблажки твоему эгоизму? Где хорошие признаки? Я отношусь к нему, думаю о нем, хочу приблизиться к нем, а он меня отбрасывает, не хочет. Где я тут? Вот так относятся к человеку, который обращает внимание на Творца. Если я сосредоточил внимание на тебе, относись ко мне как должен. Это то, что ты говоришь. Творец не должен, наоборот. Он хочет, чтобы ты относился к нему не в соответствии со своим эгоизмом. Он хочет, чтобы ты относился без всякой связи с тем, что чувствует твой эгоизм. И поэтому он перед тобой ставит, именно когда ты хочешь о нем думать хорошо, ставит преграды. Потому что вот это самая правильная форма освободить тебя от твоего эгоизма. Нет, вот я сегодня подумал о Творце несколько часов с утра. И вот сейчас я должен заработать на этом. Допустим, мне предстоит суд, судебный процесс. Я его должен выиграть. Если я был болен, я должен стать более здоровым. Я же о нем думал. Почему вдруг он должен такие блага тебе оказывать? Он что, играет с твоим эгоизмом? Он хочет, чтобы ты поднялся над эгоизмом. И именно поэтому в том месте, где ты думаешь, что тебе полагается награда, он тебе дает не награду, он предоставляет тебе возможность быть выше награды. Это то, что происходит. И поэтому никогда нет никакой связи между тем, как ты относишься к Творцу, и тем, как ты чувствуешь себя в этот момент. Ты должен привыкнуть, должен понять, что твое отношение к Нему должно быть безо всякой связи с тем, как ты себя чувствуешь. Это называется высшее знание. Это понятно? Мы об этом читали во множестве статей. Именно в то время, когда человек стремится к Творцу, он плохо себя чувствует. А когда он старается делать разные действия грязные, чувствует себя хорошо. Как это может быть? Именно так это и может быть. Для того, чтобы мы не были зависимы от ощущения хорошего или плохого. Чтобы мы поднялись над ощущением. Наука Каббала не для тех людей, которые чувствуют, хотят только хорошо, а для тех людей, которые хотят раскрыть истину. Здравствуйте, Рав. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас и всех товарищей, которые прибыли сюда, что организовали все это. Большое спасибо. И вопрос. Сегодня мы говорим о том, что нет никого кроме него. Вчера вы сказали, что товарищи из десятки – это часть моей души. Я хотел бы понять, как относиться к товарищам в десятке, как к себе или как к Творцу. Посмотри на чертеж. Весь вот этот мир, то, что здесь написано, все, что здесь имеется, все, что здесь имеется, все это моя душа. Все это моя душа. Кроме души нет ничего. В ней есть уровни авиюта. Здесь еще не достаёт 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Пять уровней авиюта. Или Наранхай, или Кетархохма, Бена, Зарампен, Малхут. Это все душа. Нашама. И, конечно, каждый товарищ – часть моей души. И вся реальность, весь мир – все это, в общем, душа. И то, что мы работаем, мы работаем, чтобы объединить, объединить всю эту душу вместе в 10 сферот. В 10 сферот. В единое строение совершенное. Нет никого, кроме него. Я думаю о творце, о моих товарищах и о 99%. Я с этим начинаю работать. Я впитываю потребности 99%. Так я начинаю подниматься над этим миром. Но я вижу, что только я поднимаюсь над этим миром. Я не поднимаю мир вместе с собой. Как я могу поднять мир вместе с собой? Потому что ты не думаешь о них, что они являются частью твоей души. Ты не думаешь о них, обо всем мире, обо всех этих людях. Вообще, они живы, растительные, животные, мир. Ты не думаешь, что все это твоя душа. И ты намеренно так видишь, специально так сделано, что ты видишь все находящееся вне тебя, чтобы у них было больше ощущений, больше нюансов, чтобы ты относился к ним через твое эго, чтобы было расстояние между мной, тобой и миром, таким образом, что эго отталкивает их от тебя. Почему? Потому что, если ты отменишь эго, ты соединишься со всеми этими частями и будешь с ними, как одно целое. Поэтому, когда я отношусь к миру, к той реальности, которая передо мной, прежде всего, я должен так вот, может быть, воспринять, что все это мое. Могут быть ненавистники, враги, грубые люди, нехорошие, такие, какие-то страшные ситуации. Все это я, это все мое отражение. Цунами, вулкан извергается, какие-то войны разражаются, какие-то террористические группы. Не важно, что происходит в мире, это все части меня неисправленные, которые я неисправил, и поэтому они так проявляются в мире. Это мое. В тот момент, когда ты исправишь себя, ты увидишь, насколько все успокоится. поэтому у нас нет никакой необходимости входить во что-то. Только наше внутреннее исправление. Есть еще, потому что я хотел бы, чтобы мы перешли к семинару. Да, пожалуйста. Здравствуйте, да? Вот с одной стороны, нет никого кроме него. Ловер Афима, на одной стороне, мы учимся оправдывать происходящее с нами, с нашими товарищами. С другой стороны, нет никого кроме него, и мы учимся оправдывать происходящее с нами, с нашими товарищами. С другой стороны, когда что-то происходит неприятное... Мы не должны исправлять эти вещи. Я смотрю на весь мир, все страшно, везде ужас, невозможно все это выдержать, но это отражение меня, это мои свойства, и поэтому я успокаиваюсь и говорю, ну, пусть будет так. Или я должен исправить. Да, да, нет, мы исходим из того, что все, что происходит, это во мне. Я исхожу из этого. Но дело в том, что когда происходит что-то неприятное с нашими товарищами, мы все-таки собираемся вместе и просим за их благополучие. это часть исправления. Что мы должны так делать? Это исправление, когда я прошу, чтобы было хорошо моему товарищу, это называется, что я исправляю состояние, ситуацию. Ну, в чем вопрос? Просто мы периодически просим сочувствия, вот просто чисто человеческого. Ну, это тамщики. Продолжай, продолжай. Как нам научиться просить действительно из единства за благополучие товарищей, которые необходимы для продвижения, для нашего общего продвижения? Мы не можем изменить ничего. Это прежде всего. Это должно быть понятно. Я никогда ничего не могу сделать, кроме повлиять на высшую силу, чтобы она сделала. А я сам напрямую не могу сделать ничего. Все. Это первое. Второе. Просить я должен за весь мир, относительно всего мира, за своих товарищей, за своих родных, за народ, за весь мир. Я должен просить, что это дает, что Творец портит, а я прошу, чтобы он исправил. Да. Он показывает мне, насколько я пока еще неисправлен, насколько я вижу неисправности мои. 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 Я вижу неисправленные свойства мои. И тогда я прошу его, чтобы он их исправил. Мои свойства. И так исправляется мир. Только таким образом. За товарищей, за близких, за далеких. Это не важно. Главное, чтобы я прося обращался к Творцу. И лучше через группу. Хорошо. Давайте мы немножко, мы так слишком вошли внутрь, нет никого, кроме него. Я виноват. давайте мы перейдем к семинару. И, исходя из этого, мы сможем понять эту тему. Тема все-таки самая важная. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Первый вопрос. Первый вопрос. Первый вопрос. Почему эта тема нет никого, кроме него? Она центральная, единственная и важная. Пожалуйста. Почему эта тема нет никого, кроме него? Она самая важная, центральная и единственная. Вперед. Вопрос. Эта тема нет никого, кроме него. Самая центральная, потому что есть только один путь и есть одна сила, которая правит так. Если ты видишь, откуда это действует, фараон это или Моше, все идет от него. Мы начинаем понимать, что нет никого, кроме него. Правит всем. Всем руководит. И когда мы это понимаем, мы можем понять все, что происходит. Частным образом ты все начинаешь понимать. в этом вся точка, что ты учишься, пока ты не углубишься в это. Иногда тебе это надо тысячу раз услышать, иногда больше, пока ты не поймешь, что это истина. мы все время слышим это. Я надеюсь, когда мы достигнем этого, когда откроется наше сердце, это действительно так мы увидим, но до тех пор мы не сможем осознать все значение вот этого высказывания, что нет никого, кроме него. Он воздействует на желание, как говорит Раф. Есть Творец и есть желание в нас. Творец только действует на желание. Это говорит о том, что все наши намерения, они вокруг раскрыть этой темы. Это направляет наши действия, чтобы мы смогли это сами сделать. это путь безграничного объединения, пока мы не раскроем, что нет никого, кроме него. Есть только он. Поскольку все управляется им, все, что мы можем раскрыть, все это приводит к одному намерению. Почему же мы должны изучать ветви, если мы можем изучать корень? это самое важное, потому что это основа всего, что мы делаем, всего, что мы изучаем, и если мы отвергнем этот факт, что нет никого, кроме него, все разрушится. Поэтому это очень важно видеть, что это истина. когда мы знаем и помним, что нет никого, кроме него, у нас есть все, что нам нужно. Есть карта, и есть ясность, куда идти и как идти. И поэтому мы должны работать в группе, и у нас есть товарищи, позволяющие и напоминающие об этом, пробуждающие тебя, что нет никого, кроме него, и все идет от него. Все помехи, которые мы получаем, они только для того, чтобы увеличить, помочь нам вырасти. И это ты не можешь сам это постичь, это особый подарок. И все, что окружает нас, это он. Все, что ко мне приходит от группы, от товарищей, это все он. Все это вокруг меня. Мы сейчас находимся в особом состоянии. как будто мы делаем фотографию, скажем. Какой-то стоп-кадр такой. В тот момент, когда мы находимся в этом моменте с вами, этот момент он дан творцом, он создал между нами такие отношения, такие мысли, такое настроение у каждого и всех вместе. когда мы немножко может быть раздражены, немножечко так, ну, притуплены, так, заторможены. Есть у нас какие-то действия, претензии к учителю, к Раву Лайтману, к товарищу, может быть, к творцу. Творец дал нам эту картинку, и мы находимся каким-то образом, может быть, не обязательно радость, какое-то напряжение. Как мы правильно можем раскрывать это состояние, и как мы можем правильно к нему относиться? Пожалуйста. вперед. Так. Все в свое время. Пожалуйста, вперед. как нам правильно разобраться в том, что нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него. Это такой виток, что все начинается с Творца и во всем. он, и когда мы смотрим на все это, это все часть его программы. И о каждом из нас говорят, что мы избраны. Мы избраны для определенной цели. И эта цель не совсем нам ясна. Но если мы потихоньку начнем понимать, почему Творец поместил нас в это место и показывает нам эти вещи, это не только в группе. Вся группа часть его плана. И когда мы будем способны понять, если мы достигнем цели, когда мы достигаем цели, мы это начинаем понимать немножко лучше. А если мы? научимся как ценить зло как добро, мы сможем увидеть, что зло это подарок еще больше, чем мы думали о добре. Потому что добро это благо для нашего эгоизма. И если мы сможем поблагодарить Творца за то, что он дал нам такие возможности объединиться и построить отношения с ним, наше эго рассматривает эти вещи, которые происходят, ищет как справиться с этим. Мы знаем ответ, потому что мы изучаем это в науке Кабала. Мы должны найти среднюю линию и рассматривать все как происходящее во мне и пытаться разобраться в этом. И потихоньку мы производим исправление и потихоньку это все исправится, наладится. да, это каждый раз мы можем стараться, и это помогает нам объединиться еще больше. Это как зависимость от товарищей, и это приближает меня к ним. И каждый раз я думаю об этом все больше и больше. посредством понимания, что нет никого кроме него мы изучаем уроки, которые мы должны изучить для нашего эгоизма и вместе с товарищами мы видим благо отождествляя его и понимая, что товарищи наши часть творца. Весь этот процесс этих крайностей мы раскрываем все недостатки и позволяем свету раскрыться в нас через связь с товарищами это становится возможным увидеть желание творца наполнить нас и поэтому проявляется эта единая сила и мы должны стремиться объединиться с товарищами и с группой. чтобы раскрыть эту силу мы должны сосредоточиться на точке сердца и продолжать не забывая о цели. Раскрыть творца это единственное что мы должны и те препятствия которые мы встречаем на пути они только для того чтобы усилить желание к этой цели и ничего другого. Я думаю что наша природа всегда хочет чувствовать получше и мы ищем ответы ищем смысл нашей жизни и таким образом через творца через высший свет через высшую силу мы можем раскрыть мы только должны создать центральную точку между нами наполнить ее теплым ощущением уверенностью надежностью чтобы дать место высшему миру дать место каббалисты дают нам эти условия и факты и все это предрешено все было заранее задумано ну исходя из наших разговоров какая десятка достигла подъема воодушевления подъем духа радости важности товарища важности творца важности величия группы вы начали подниматься к такому состоянию когда буквально вас разрывает от того внутреннего воздуха который наполняет вас да или нет да ну ладно как же достичь нам этого все таки чтобы мы видели здесь что все буквально просто подскакивают на своих местах как мы можем поднять себя вы спросили меня что там делать с европейскими группами так я спрашиваю вас что делать это обычное состояние как всегда ну как мы можем поднять себя из этого состояния ну первое это нет никого кроме него все исходит от творца второе приходит только для того чтобы мы использовали это состояние это дается нам чтобы мы поднялись как мы сейчас используем это состояние с чего мы начинаем если творец сдал нам это как мы должны к этому относиться с чего начинать ну теранс с благодарности прекрасно он сказал правильно поговорите об этом как мы можем благодарить творца за то что дал нам такое состояние трахнутое есть некий дилей пока раф вы задаете вопрос и ребята слышат я не думаю что творец дал нам плохое состояние я не думаю что это состояние плохое таким оно должно быть я благодарен за то что я могу видеть всех товарищей чувствовать всех людей я благодарен за то я помню что было здесь в Европе пять лет назад и я благодарен и думаю что наша работа начинается и мы можем достичь успеха каждый должен возблагодарить каждый должен возблагодарить рассказать товарищам насколько он осознает вот это гад гад состояние в котором он находится насколько это самое наилучшее состояние для продвижения что творец он добр творит добро в любом состоянии поэтому каждый должен излить свое воодушевление перед товарищами насколько он воспринимает это не важно что приходит что приходит с неба всегда совершенство хорошо начните начинайте учиться как благодарить за плохое состояние за пустое состояние так наше наше эго чувствуют а мы поднимаемся над эго это называется вера выше знания и благодарим потому что если мы действительно поднимемся над эгоизмом мы увидим что это состояние наполнено светом вперед граф дилей 4 секунды а не 20 как я говорил прежде чем начался семинар я был раздражен зол а сейчас я не знаю творец действительно играется с нами этими трюками он сейчас подбросил нас до облаков может быть что-то прояснить эту точку на данном семинаре что нет никого кроме него есть инструктор на этом пути он объясняет нам что есть только любовь я благодарен тому что я на этом пути вместе с вами и что есть это прекрасное учение и мое впечатление как мое эго противостоит людям в кругу со ситуациям разным и и только сосредоточением на этом усилии на том чтобы попробовать двинуться к нашему объединению к отдаче только попытки дать товарищам старание дать товарищам это старание превращается в состояние хорошего ощущения за какие-то секунды чудесным образом возникло это просто удивительно как такое может быть это так как и должно быть в любви это нелегко иногда любовь кажется тем что наиболее тяжело достичь в этом мире ты это настолько хочешь что если получаешь меньше чем это это болезненно и ты чувствуешь себя тяжело и ты должен приложить больше усилий и действительно желать любви стремиться к любви это прекрасный путь чтобы начать осознавать что все каждое состояние в котором нам тяжело мне трудно выразить то что есть мне на сердце я наполняюсь любовью я чувствую каждого товарища я чувствую благодарность творцу который который дает мне это удивительное чувство причастности к вам и я хочу вкладывать в группу больше и конечно же я могу найти еще пути чтобы выразить свою благодарность товарищам и творцу я думаю я думаю что если мы вложим все усилия мы сможем в один момент понять что кроме благодарности этой силы творцу который дает всем силы это вызывает огромное воодушевление и желание благодарность я ценю все что приходит к нам из этой точки единства не знаю я не хочу придумывать я хочу сказать то что поднимается от творца чего достигает человек благодаря тому что он входит в хорошее состояние духа он благодарит творца он благодарит группу он поднимает товарищей он благодарен творцу потому что и я и он мы можем быть вместе если товарищ если он проклинает состояние все состояния исходят от творца тогда он отдаляется от творца если он радуется каждую секунду своей жизни таким образом он оправдывает творца поэтому большая радость великая радость находиться велика заповедь находиться в радости то есть мы должны все время заботиться о том чтобы находиться в радости над всеми состояниями которые могут раскрыться признак того что мы оправдываем творца каждую секунду и когда мы таким искусственным образом нет конечно причин для радости но если мы поднимаемся над состоянием и между нами определяем что это состояние радости мы тем самым излечиваем все состояние посмотрите какие мы глупые и как мы можем работать с каждым состоянием что же нам делать в европе давайте послушаем слушать как каждый должен относиться к группе и между группами так чтобы раскрыть мести творца у нас есть методика в руках поднять настроение всем группам состояние духа несмотря на все состояния которые будут возникать и мы увидим насколько состояние хуже мы сможем подняться и обрести чувство и раскрытие еще больше потому что проявление света из тьмы чем больше тьма тем свет который раскрывается тоже соответственно этому и большой я только хочу услышать что делать как мы сможем все время удерживать себя в подъеме над тьмой ну европейцы что вы нам предлагаете ну вперед спасибо спасибо Как нам преодолеть эти тяжелые состояния в Европе? Я думаю, объединение – это секрет между группами, между товарищами, когда все участвуют чисто физически. Это, может быть, не очень много людей мы видим в зале, но, посмотрев на экране, мы видим, как много с нами людей, и люди, сидя даже дома, чувствуют, что происходит здесь на Конгрессе. Приехали товарищи из Чили, из Канады. Это секрет, гарантирующий нам, что будет действительно сильная связь между товарищами. И вот эти вопросы… Давайте поверим, что Творец хочет раскрыться. Это больше, чем мы можем себе представить. И вопрос, который нам задается время – верим ли мы в каждый миг. И каждый миг мы различаем его. И те действия, которые доставляют ему удовольствие, потому что приводят к совпадению по свойствам. Все эти силы замечательные, давайте ими поделимся друг с другом. Продолжая то, что сказали другие товарищи, все зависит от объединения, все зависит от подготовки. Мы должны помнить, что конечный результат – это… Что мы должны делать с этой силой? Должны исходить от внутреннего к внешнему? Как мы используем ту силу, которую нам дал Творец, чтобы спасти мир? Да, мы должны спасти мир нашим объединением. Объединением разбитых душ, объединить Европу. Разбиение здесь наиболее сильное. И мы должны объединиться не только здесь, в центре Европы, но и по всей Европе, как сказали товарищи, и как написано. Что невозможно спасти себя из места заключения. Поэтому должна быть постоянная связь с товарищами. И мы должны быть в состоянии радости, что мы можем раскрыть Творца. Мы достигаем этой радости. Это открывает нас. И мы можем усиливать объединение. Мы начинаем чувствовать, что у них есть путь к этому. И это может продолжаться и в Европе, и в Америке. Неважно. Это начинается здесь, с этого ощущения единства, наслаждения. И это становится единой мыслью. Все те вещи, то, что сказали товарищи, Это действительно большие и важные вещи. И трудно добавить к этому. Но, когда мы в Европе преодолеваем все трудности, язык, непонимание, как люди могут понять друг друга, Как проверить... Мы отыщем этот путь, как почувствовать друг друга ближе, чтобы мы смогли это сделать. Добавить еще к нашим друзьям. Мы должны объединиться еще глубже. Мы уже начали распространение нашего учения. Но мы должны включиться в систему, которую, как мы понимаем, мы должны сломать преграды и думать о том, как преодолеть границы, найти места объединения, которых мы еще не достигли, и показать им... пробудить в них это желание объединиться. И все уже сказано другими товарищами. Мы должны почувствовать, насколько Творец помог нам, насколько Он дал нам такие намерения, особые и такое большое желание, как сказал товарищ, что конечный результат, что Он хочет объединения над всеми различиями. Все родилось в первом замысле. И я счастлив, что Творец дал нам все возможности через то, что мы начинаем. Лично я чувствую себя везунчиком. Я чувствую, что все точки в сердце чувствуют то же самое. Вчера, вернее, не вчера, а точку в сердце, которую мы получили от Творца, она совершенна, и мы должны ощущать себя, что нам повезло. В исправлении самого себя я пытаюсь исправить также и группу. И наоборот, тоже верно. И когда я исправляю себя в группе, группа исправляет себя. Духовный мир влияет на весь наш мир. И, может быть, это поможет людям. распространение поможет отменить себя. Друзья, давайте сделаем так. То, что мы сейчас сделаем, это очень важно. Вы были в состоянии, в таком, как вы обычно находитесь, разные были претензии ко мне, ко мне, к Творцу, в группе, разные состояния. Короче говоря, это то, что привело к падению. Это очень хорошо, мы почувствовали это известное состояние, обычное. Мы привыкли к этому, такое, минорное, такое, нет настроения, нет сил. Как же мы объединяемся в группу в состоянии, когда мы уже не находимся на Конгрессе, чтобы выйти из этого состояния, потому что, если мы сделаем это уже несколько раз, то мы достигнем раскрытия Творца. Так просто сделано. Здесь нет каких-то премудрости, каких-то других условий. Если мы объединяемся, мы поднимаем из себя над состоянием, которое нам Творец, обращаемся к Нему, нет никого, кроме Него, с молитвой, с просьбой, то мы раскрываем Его. Как же нам это сделать и какую молитву мы тогда напишем Ему? Пожалуйста, в каждой группе есть ручка, бумага. Есть? В каждой группе? В каждой десятке? Нет? Есть. Прекрасно. Девочки? Есть. Хорошо. Каждая группа говорит о том, что мы сейчас хотим выйти из нашего этого состояния. Никто не говорит с другим. Все ушли домой, каждый находится у себя дома, у него есть проблемы, неприятности. мы напоминаем друг другу, что это Творец дает нам все эти вещи, нет никого кроме него, что он специально дает это скрытие, чтобы мы, как говорится, да поможет человек ближнему, чтобы мы соединились вместе и стали как один и вот из одного единого этого мы бы обратились к нему. И тогда у нас есть клей для раскрытия Творца и обращение к нему, чтобы он раскрылся. И когда мы делаем все эти вещи, совершаем их, с какой молитвой мы обращаемся к нему? Сейчас мы работаем над действием. Что нам делать после Конгресса, чтобы в кратчайшие сроки достичь раскрытия Творца? Пожалуйста. Итак, вопрос, с какой молитвой мы всегда можем обратиться к нему? с какой молитвой мы должны обращаться к нему? Чтобы все было ничто перед тем объединением, которое мы чувствуем с ним. То, что нам здесь устраивает Творец, только напоминание, что между нами нет разницы. Каждая проблема, которую мы раскрываем, это наш эгоизм отбрасывает нас от единства, которого мы достигаем. Давайте отбросим все и поработаем над единством. я бы молился и просил Творца дать нам силу, любовь, чтобы быть в группе и с товарищами. дать нам познать тебя везде, дать нам силу видеть себя, что я ничто. Пишут простыми словами, Раф говорит, как товарищу, что-то простое, как записка, которую я пишу врачу или товарищу. Что-то простое. Не слова, которые я когда-то где-то читал или читал, скажем, в салмах, нет, попроще. То, что я чувствую и не то, что написано в книгах. Творец, дай нам силу и способность познать, что все идет от тебя, что все проблемы и все победы и силы преодоления все идет от тебя. Творец дает нам силу и способность познать, что все идет от него, и что все идет от него. Я передаю право разговора и всякие политические дрязги, которые разделяют Европу, не существуют на духовной карте. Все сложности, которые каждый из нас встречает на своем пути, тоже Творец, помоги нам раскрыть, как преодолеть это наиболее быстро, как сделать это, как сделать, чтобы я мог помочь другим. Творец, помоги мне возлюбить врагов, как моих друзей. Иначе меня отдалится от зла и приблизиться к добру, чтобы никакая политика не помешала нам. И все преграды, которые ставят перед нами, мы всегда должны обращаться к Творцу, чтобы Он раскрыл нам потребности, которые мы переживаем со временем в пути, чтобы группа смогла наиболее эффективным образом соединить наши частные молитвы и создать единую общую единую молитву в направлении единой цели, а не для какой-то частной цели. Моя молитва должна быть к Творцу. Научи меня быть как ты. Помоги мне пробудить мир, достичь тебя, познать тебя. Всегда кажется, что ты от нас далек и отдаляешься еще. Дай мне силы следовать за тобой. Мы должны смотреть на человечество и видеть в них нашу душу. Пожалуйста закончи эту работу нашу. Когда у нас есть сомнения и сложности мешают нам найти силы чтобы быть с товарищами, чтобы мы могли преодолеть эти ситуации как только можно быстро и прийти к хорошему. Творец дает нам силы, дает нам эти преграды. преграды и все, что возникает перед нами, это чтобы группа смогла достичь конечной цели и то, что мы видим, что есть сомнения между нами. решение всем этим сомнениям вас, товарищи. мы должны видеть в мире нашу группу, чтобы мы смогли увидеть 10 сферот в каждом месте. Как мои великие товарищи уже сказали, я думаю, мы уже, как сказал Розель, все мы часть единой структуры. Если одна часть всегда кажется, что она хочет попросить у Творца частную просьбу? Какая группа готова, чтобы зачитать молитву? Кто первый хотят прочитать нам свою молитву? Творец, Творец, дай нам сил и возможности познать, что все идет от Тебя, и все препятствия, которые ставят перед нами, их нет на духовной карте, все эти преграды и недостатки, которые перед нами встают, только чтобы группа продвинулась к конечной цели, пробудить мир к тебе. Когда мы видим, что ты далек от нас, покажи нам с товарищами, помоги нам увидеть общую совершенную цель. Дорогой Творец, спасибо тебе за препятствия. Мы решили объединиться в Европе, пожалуйста, помоги нам и раскрой себя товарищам. Спасибо. 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 Дорогой Творец, помоги собери наши отдельные группы воедино, сделай из местных наших групп единую группу и таким образом мы сможем дать Европе серьезность и общее участие. и мы сможем порадовать тебя. Спасибо за все проблемы. Помоги нам силой видеть во всем этом тебя. Силой, которой ты даешь и желание, это дает нам силу всегда быть в радости. Мы требуем света твоего, мы хотим почувствовать тебя. Спасибо, Творец, что ты помог нам, что ты приблизил нас, удостоил нас. Я очень волнуюсь. Первая моя жизнь в обществе. Хочу попросить одно. Каббала мне самой лично помогла в жизни. Спасибо большое вам, раб. Спасибо за то, что есть такие люди, которые создали 6 тысяч лет назад такие книги, такие умы, которые продвинули все человечество вперед, хоть и тайно, но явно. Спасибо большое, что я хочу от Творца. То, что он помог мне, помог моей группе, я думаю, что он поможет и всей Европе объединиться так, при помощи таких книг, при помощи таких умов, при помощи таких людей, которые так скромно преподают такое, что нам в жизни настолько необходимо, чтобы выжить их должны как они большие которые делают что мы должны что мы должны И все отношения, все отношения, они из-за силы, которые помогают нам. Спасибо большое. Когда она выступает перед всеми, то Каббала ей очень помогла лично, и все эти книги, которые написаны в течение 6 тысяч лет, все это поможет и Европе, и всем нам. Это был перевод ее выступления. Дорогой Творец, помоги нам постоянно думать о каждом, оставаться и находиться в намерении и благодарить Тебя во всех состояниях. Задают вопрос о том, что на итальянский нет перевода. Творец, дай нам силу проложить путь к европейским десяткам, чтобы мы смогли прийти к состоянию, чтобы эта радость, которая здесь, в Вероне, находится. И дай нам возможность раскрыть наши сердца товарищам. Помоги нам подняться выше знаний и дай нам возможность выполнить задачу, которую ты поставил перед нами. За счет того, что мы слышим то, что хотят товарищи сказать Творцу, благодаря этому мы начинаем чувствовать, что это действительно все игра между ним и нами. И мы уже входим в какое-то партнерство. Он делает нам, мы делаем ему. Он делает нам, мы делаем ему. Сколько таких, несколько таких вот форм отношений? И мы раскроем его, я обещаю. Пожалуйста. Алекс. Алекс. Спасибо. И помочь усилить намерения товарищей, быть частью друг друга и частью мирового клей. В мыслях держать мировое клей и доставить Творцу наслаждение. Мы рады давать поддержку и радость всем окружающим нас. Мы благодарим Тебе за то, что Ты нас собрал, дал испытания, дал желание к объединению. Мы благодарим Тебе за то, что ты нашла вместе к нашему, Продолжение следует... תן לנו להכיר אותך על מנת שנוכל להעביר את הידע הזה לכל אירופה. תודה. 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 Мы просим тебя, Творец, что тот, кто охладил наши сердца, чтобы у всех товарищей была радость и сила, чтобы это физическое расстояние не разделило нас. Продолжение следует... И наши объединенные усилия. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Чтобы мы всегда знали что делать. Продолжение следует... 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 Дорогой Творец, мы просим Тебя, пожалуйста, дай нам правильные намерения и правильные желания в сердцах товарищей, чтобы мы смогли подняться к любви, к любви к ближнему. Пожалуйста, дай нам желание к внутренней работе. Дай нам силы быть вместе 24 часа, как бесконечный семинар. И пожалуйста, дай нам еще товарищи, чтобы мы могли усиливать наше объединение. Дорогой Творец, мы просим помочь нам, чтобы наша женская природа охватила всех, увеличить единство между женщинами и помочь нашим мужчинам. Пусть усилить единство между нами, пока та тьма, что мы чувствуем, обратится в свет. Дорогой Творец, чтобы мы на этом Конгрессе смогли найти такую энергию, чтобы мы могли распространить всему миру, чтобы мир почувствовал, чего мы достигли, чтобы я мог быть компасом, направляющим жизнь всего мира. Дай мне такую возможность. Дай мне возможность служить товарищам. Выше знание. Дай мне чувствовать эти новые ощущения, чтобы я мог помочь им и всему миру. И сделай так, чтобы товарищи подталкивали меня, чтобы я не разорвал связь с тобой, связь с радостью, с жизнью. Которую мы здесь достигли на Конгрессе. Кроме этого, я благодарен тебе за то, что ты направляешь меня каждый день. И это позволяет нам реализовывать любовь. Кроме этого, мы благодарим за место нашего обращения к тебе. Дай нам просто желательно реши себе постановить свою жизнь. Не нужна общая жизнь, чтобы вы modèle решение к вам. Спасибо, Творец, за возможность и за Твой великий подарок нам. Пожалуйста, дай нам, женщинам Европы, чтобы мы смогли поддержать наших мужчин, чтобы они достигли цели. И чтобы они стали одним сильным мужчиной с одним сильным сердцем. Мы хотим достичь света в нашей жизни. Хотим поблагодарить этот конгресс. Мы осознаем, что сделали много ошибок. Творец, пожалуйста, позволь всем нам раскрыть в сердцах наших величие группы. Помоги нам во всем, что Ты даровал нам, чтобы мы могли возвеличить Тебя, понимать величие наших товарищей и достичь Тебя. Расскрыть 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 Тебя. Мы все вместе с тем, что мы можем успокоить. Мы молимся, чтобы огонь той связи, которую мы здесь достигли, сохранился. Мы просим Творца помочь любить товарища гораздо сильнее себя, вплоть до такой точки, что огонь будет помогать нам сближаться с людьми с горящим желанием и передавать свет, как свечки зажигаются друг от друга. Спасибо. Творец, помоги нам понять важность нашей роли в Европе. Помоги нам понять, что все исходит от Тебя. Научи нас любить всех еще больше. Помнить величие товарищей и беречь их. Соединиться над всеми нашими различиями. Помоги нам раскрыть Твое совершенство в них и в том зле, которое раскрывается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Помоги нам сохранить намерение раскрыть Тебя, Творец, что это наиболее важная вещь. Мы должны бороться за Европу. Помоги нам сохранить это желание, чтобы мы могли оздоровить Европу. Пожалуйста, покажи нам помощь. Ради единства Европы нам нужна твоя помощь, чтобы дать всем товарищам силу продолжать объединяться в этой молитве. Дай нам мысли о единстве и наполни этим единым желанием все сердца. Продолжение следует... Я хочу чувствовать, что я вместе с товарищами. Чтобы почувствовать это единство. И это воспоминание об этом поддержит во мне жизнь. И почувствовать радость в нашем пути. Мы благодарим тебя, Творец. Что разбиение в Европе раскрывает нам еще больший свет. И чтобы это желание помогло нам дать силу, которая поможет любить товарищей, как мы любим себя. Спасибо. 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 Спасибо.